В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Бюджет городского округа на ближайшие три года обсудила общественность и приняли депутаты. Бюджет у нас программный, то есть средства заложены в бюджете по муниципальным программам. В Ленинском городском округе продолжается неделя доброты и щедрости. Кто бы думал о таких сценах? Вот как раз для таких людей и вот эта приемлемая часть. Что делать, если провалился под лед? Об этом школьникам рассказали сотрудники Всероссийского общества спасания на водах. Теперь посмотри, ты сделал вдохе, а грудная клетка не поднялась. Почему? Почти 90% бюджетных расходов городского округа будет направлено на финансирование социальной сферы. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по проекту бюджета Ленинского муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Мероприятие прошло в Видновском районном центре культуры и досуга. Публичные слушания вызвали большой интерес, ведь здесь озвучивается проект основного финансового документа, по которому в ближайшей перспективе будет осуществляться деятельность на территории муниципалитета. Рассказала о проекте бюджета исполняющей обязанности начальника финансового управления администрации Нина Хованюк. Бюджет района на трехлетний период сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района, прогнозируемые показатели которого свидетельствуют о стабильной экономической ситуации на территории района, а также о наличии положительных тенденций для развития экономики и социальной сферы теперь уже Ленинского городского округа. Нина Хованюк озвучила положительную динамику роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Говоря о расходах, она рассказала, в числе прочего, и о прогнозах на финансирование муниципальных программ, касающихся социальной сферы. При формировании проекта бюджета Ленинского муниципального района на 2020-2022 годы ставились следующие задачи и приоритеты. В первую очередь, это выполнение указных показателей по размеру заработной платы работников подраслях бюджетной сферы. Обеспечение заданных темпов роста заработной платы. Первое очередное финансовое обеспечение, реализация приоритетных для региона и муниципального района задач. Таким образом, бюджет муниципального района сохранил свою социальную направленность. Расходы бюджета направлены на создание комфортных условий проживания граждан и качественное получение ими муниципальных услуг. Чтобы рассмотреть проект бюджета на очередном заседании Совета депутатов Ленинского района, народные избранники собрались в здании администрации. Там же побывал и наш корреспондент Дмитрий Книга. На повестке дня 42-го заседания Совета депутатов Ленинского района было несколько важных для дальнейшего развития муниципалитета вопросов. Основной из них – принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 6 млрд 945 млн 178,7 тысяч рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 млрд 195 млн 121,4 тысяч рублей. Ранее проект главного документа был рассмотрен на бюджетной комиссии, а также проведены публичные слушания. Бюджет у нас программный, то есть средства заложены в бюджете по муниципальным программам, в основу которых легли в том числе и указы президента, и поручения губернатора. И хочу отметить, что на 90% наш бюджет – это социальный ориентированный бюджет, в котором предусмотрены расходы на основные социальные сферы касательно нашего округа. Народные избранники проголосовали за принятие бюджета единогласно. Также депутаты поддержали внесение изменений в бюджет этого года. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района с 7,731,743,9 тысяч рублей до 7,993,578,6 тысяч рублей. Увеличение доходов связано с перевыполнением доходной части бюджета и необходимостью принятия дополнительных расходных обязательств по бюджету в 2019 году. Следующий вопрос – о принятии к исполнению части полномочий администрации сельского поселения Молоковская. Органы местного самоправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашение с органами местного самоправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов. Решение было принято единогласно. В рамках мер социальной поддержки было предложено утвердить перечень категорий граждан и размер выплат для жителей сельского поселения Володарская. У нас единый подход. Вне зависимости от дотационности сельского поселения Володарского мы на 2020 год за собой оставляем приоритеты уравнивать все те мероприятия и меры социальной поддержки для граждан, которые мы осуществляем. Депутаты также поддержали данное решение единогласно. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается неделя доброты и щедрости. В ее рамках прошла ярмарка по продаже сельхозпродукции. Ее особенность заключалась в том, что продукты были дешевле, чем в магазинах на 20-30%. Проходила она недалеко от дома номер 3 по улице Советской в Видном, где располагается офис общественной организации инвалидов Ленинского городского округа. 13 килограмм, 130 рублей, пожалуйста. В обычные дни в этом месте торговля не предусмотрена. Но сегодня день особенный. Такие случаются всего пару раз в год. Этот приурочен к неделе доброты и щедрости, которые проводятся в Ленинском городском округе. У нас уже долгая традиция, многолетняя традиция, что и осенью, и весной у нас ежегодно проходят такие ярмарки, что позволяет людям не только купить, покушать, но и сделать заготовки на зиму. Продукция самого высокого качества – ароматные яблоки, лук, капуста, картошка, свекла. Несмотря на то, что продавцы стараются изо всех сил очередей никак не избежать. С первых минут открытия импровизированной ярмарки торговля пошла бойко. Несмотря на то, что акция организована для общества инвалидов, и рядовые жители Видного могут приобрести овощи и фрукты. Цены здесь на 20-30% ниже, чем в пятерочке, которые находятся в двух шагах. Такая вот здоровая конкуренция. Можно не сомневаться, товара хватит на всех. Всероссийский институт садоводства и питомниководства, а также азербайджанская и таджикская диаспоры предоставили более двух тонн продуктов. С этим мы совместно, всегда вместе, мы всегда им помогаем. И сегодня нам приятно, что мы опять всех вместе собрали, чтобы они подготовились к зиме, все было у них нормально. И желаю всем добра и здоровья. Администрация города и района позаботились о том, чтобы эта стихийная ярмарка проводилась в строгом соответствии с законодательством. Все сопроводительные документы в порядке. Я очень благодарна нашей администрации и нашей Наталье Алексеевне Дрячьевне, которые все-таки сделали эту ярмарку. Она хорошая, продукция сухая. Такая, знаете, вот выдать, даже не могу словами волнуюсь. Цены действительно очень хорошие? Очень хорошие цены. Ну что вы, капуста и все остальное по 10 рублей. Кто бы думал о таких ценах. Вот как раз для таких людей и вот это приемлемая часть. Всего в этот день более 200 инвалидов совершили покупки на этой импровизированной ярмарке. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В продолжение темы. Неделя доброты и щедрости – это масса интересных и полезных мероприятий, в которых может участвовать каждый, помогая тем, для кого наша с вами забота очень важна. Бассейн «Дельфин» ежегодно приглашает в эти дни людей с ограниченными возможностями на занятия плаванием и в тренажерный зал. Татьяна Брылова расскажет подробнее. Занятия в бассейне полезны всем без исключения, а людям с ограниченными возможностями здоровья особенно. Представителям старшего поколения Ленинского общества инвалидов предоставилась отличная возможность поплавать в бассейне. И не только. Для них также провели занятия по акваэробике. И пусть упражнения были несложными, многим пришлось приложить усилия. Алла Ивановна Вязникова в последний раз в бассейне была год назад. После сегодняшнего посещения решила, заниматься надо чаще. Прекрасная вода, прекрасные тренера следят за нами, за такими специалистами. Очень хорошо. А вообще как давно были в бассейне? Вы знаете, в прошлом году. А вот сейчас решила, что буду каждую неделю ходить. После коллективного занятия всем предложили просто поплавать. Известно, что вода помогает расслабить мышцы, что очень полезно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие почувствовали себя рыбами, а кто-то даже звездами местного ТВ. Когда включили гидромассаж, потянулись к нему за своей порцией удовольствия. Также все желающие смогли позаниматься в тренажерном зале. Виктор Александрович сказал, что пришел поправить здоровье и выбрал довольно приличный уровень нагрузки. Не очень легко, но нормально все. А сколько вам? Всего лишь 74. Валентина Леонидовна Березовская решила попробовать сразу несколько тренажеров. Считают, что возраст и выход на пенсию – не повод, чтобы сидеть дома и стареть. Благодаря членству в обществе инвалидов пенсионерка постоянно чем-то занята. Таталья Алексеевна не даст скучать, вы не думайте. Она постоянно что-то нам находит, какие-то нагрузочные работы. То, что куда-то себе поправили здоровье, вот сегодня пришли. Перед этим мы здесь были тоже. Экскурсии. Куда-то едем, куда-то что-то. Позвонят, скажут, едем туда-то. Вы знаете, вот просто дух поднимается, бодрость дух какой-то сразу. Ой, едем, ой, идем. В дни, когда проходит акция «Неделя доброты и щедрости», своя порция внимания досталась каждому. Организаторы уверены – добро делать просто. Для нас самое главное, даже не результат, а факт вот этой «Недели доброты и щедрости». Мы видим, как люди отзываются, как люди открываются. У них глаза загораются, и они хотят делать добро, и нам от этого мы получаем удовлетворение. Ну, а акция продолжается. Если вы еще не успели принять в ней участие, спешите. Хотя делать добро можно каждый день и круглый год. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В общественную приемную партии «Единая Россия» обращаются по совершенно разным вопросам. Проблемы с пенсионными начислениями и оформлением в собственность, судебные тяжбы, недобросовестные застройщики, управляющие компанией, долгострой и многим другим. На приеме у депутатов Игоря Брынцалова и Владимира Кононова вместе с жителями побывала и наша съемочная группа. Когда вопрос сложный и с помощью обращения на портал Добродел или местные органы власти разобраться в нем не получается, жители Московской области идут за помощью в общественную приемную партии «Единая Россия». Здесь ведут прием депутаты как Московской областной, так и Государственной думы. Юрий Иванов специально приехал из Можайского городского округа на консультацию, чтобы решить давнишнюю проблему. Несколько лет он не может оформить собственность на гараж и хозяйственную постройку. К нашему заявлению заставляют нас приложить кипу документов. Копии протокола, в общем, собрания, значит, собственников квартир, значит, копии паспортов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. У жительницы жилого комплекса «Усадьба Суханова» Ирины Игнатенко схожая проблема. Два с лишним года она не может получить собственность на приобретенную квартиру из-за земельного спора застройщика с владелицей фермерского хозяйства по соседству. Глава КФХ обнаружила заступ на ее территорию. Было статемное разбирательство, в результате которого заступ подтвердился у одного дома, а у одного дома не подтвердился. В каждом отдельном случае будем разбираться отдельно, в том числе буду подключать наш комитет, Московский областный дом, вместе с Министерством жилищной политики. Жительница жилого комплекса «Зеленые аллеи» Марина Зрячих попросила депутата помочь обязать состройщика выполнить свои обязательства и построить обещанную школу. По документам здания должны были сдать еще в августе 2019 года, но к строительству до сих пор так и не приступили. Мы ходим на приемы Министерства образования, Министерства жилищной политики и к депутатам Московской областной думы. Вот с Жуком встречались буквально на той неделе. И вот с главой, с Валерием Николаевичем встречаемся постоянно, и с Сергеем Анатольевичем Гавриловым. И вот у нас мы дошли наконец до Игоря Юрьевича Брынцалова. Депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что наиболее остро подобные вопросы стоят в Ленинском городском округе, Одинцово и Красногорске, территориях, расположенных максимально близко к Москве. Но рычаги воздействия на недобросовестных застройщиков есть, уверяет он. Принимаются решения вплоть до того, что признаемых недобросовестными застройщиками больше, они не работают на территории Московской области, где действительно уже есть проблемы. Мы достраиваем решать проблемы за счет Московской области. Все обращения депутаты взяли на личный контроль и пообещали сделать все необходимое, чтобы вопросы жителей решить в самые кратчайшие строки. Что делать, если провалился под лед? Об этом и других правилах поведения на воде на днях говорили сотрудники Всероссийского общества спасания на водах. Урок безопасности проходил в 4-й школе города Видное, где побывала и наша съемочная группа. Была ли ученикам полезна эта лекция? Узнала Юлия Погосян. Уроки безопасности сотрудники Всероссийского общества спасания на водах проводят два раза в год. Весной перед началом купального сезона и в конце осени перед наступлением холодов, чтобы научить школьников правилам поведения на водоемах. Сейчас, когда реки, озера и пруды вот-вот покроются льдом и риски несчастных случаев возрастут, такая информация окажется как нельзя кстати. Спасатели проинструктировали молодежь, что делать, если упал в прорубь, как из нее выбираться, как правильно согреваться. Шестые, седьмые, как раз восьмые классы – это классы, которым уже пора знакомиться с приемами домедицинской помощи. Это возраст, когда они реально могут оказать помощь как друг другу, так и взрослому человеку, нуждающемуся в ней. Это самый возраст, который запоминает, которому интересно, который, как ни странно, ему нравится учить своих родителей. Они приходят, спрашивают у родителей, бабушек, дедушек и рассказывают им. Для них это интересно. Интересно ребятам было узнать и о вспомогательных средствах – спасательном круге, жилете и спасательном конце Александрова. Они, конечно, вряд ли будут под рукой в случае, если школьник или его товарищ провалится под лед, но знать, как при наличии ими пользоваться, очень полезно. Урок был бесценно полезен. Я узнала очень много всего нового. И, честно говоря, я думала, что я знаю больше, но тут дали такие уникальные знания, что они мне обязательно пригодятся. Последовательные шаги оказания помощи утопающему. Именно в таком порядке сотрудники ВАСВОД выстроили урок безопасности. В завершении они рассказали детям, как оказать первую доврачебную помощь человеку. Продемонстрировали наглядно. Задействовали и школьников. Провели, так сказать, мастер-класс. Теперь посмотри. Ты сделал вдохе, а грудная клетка не поднялась. Почему? Еще быстрее. Потому что у тебя, у пострадавшего, закрыты дыхательные пути. Быстро. Я тебе объясняю. Должна быть загинута голова. Еще раз попробуй. Я узнала, как можно оказывать человеку первую помощь. И узнала все секреты, которые желательно применить. И что же такое вы именно узнали? Что запомнилось? Мне запомнилось, как именно правильно надо сделать человеку искусственное дыхание. Как? Основное число 2.30. То есть надо сделать два вдоха и 30 раз надо сделать нажатие, массаж сердца. Спасатели уверены. Если дети запомнят хотя бы 10% той информации, которую им сегодня дали, они смогут правильно себя повести при несчастном случае на воде или оказать достойную помощь пострадавшему. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.